Революция 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 Условия революции. Какие условия? Субъективные. Объективные, понятно. Объективные. Верхи не могут, низы не хотят жить по-старому. И обострение нужды и страданий масс. Сейчас обострение нужды есть, но нет ни состояния верхов, ни состояния низов, которые бы что-то изменили, которые были бы связаны с пониманием, что такое русская революция и каковы ее задачи. Ничего этого нет. Вы хоть миллионами выходите на улицы. Если верхи не готовы меняться, ничего не изменится. Да, мы все будем от этого жить хуже. И тем, кто управляет, будет хуже управлять. И тем, кто выходит, будет хуже существовать. Всем будет плохо. Все будут хотеть перемены с тех, кто выходит на массовые мероприятия. Но так ничего и не произойдет. И субъективный фактор. Ну, у Ленина там была революционная партия. У вас есть такая партия? Да нет у вас такой партии. У вас не готовы субъективные факторы, связанные с условиями существования верхов. Они сплочены и не собираются расколоться. И у вас нет субъективного фактора, то есть общественно-политической силы. А самое главное, что даже если и есть какие-то силы, они не обладают необходимыми для изменений идеями. В России это русская национальная идея. Ничего другого не может быть, если это революция русская. А если она какая-либо другая, это уже совершенно нам неинтересно. Если она социалистическая, коммунистическая, либералистическая, демократическая, это нам абсолютно неинтересно. Потому что это все попытка вернуться куда-то назад. В истории такого не бывает. История не повторяется. История не предполагается слагательного наклонения. Давайте мы вернемся в СССР, в сталинизм. Там еще нет, не может быть такого. И русская национальная идея – это не возвращение в старое, а это развитие самых основополагающих идей, которые лежат в основе русской цивилизации. Русская идея ясна и понятна. Она выражена в десятках книг или в сотнях книг в русской литературе, в русском искусстве. Все это есть. Все русское соединено в русскую национальную идею. Но носителями этой идеи являются единицы. Эта идея не идет в массы, зараженные сталинизмом, путинщиной, либерастией и всякими прочими болезнями 20 века. Если оздоровления не будет, идейного оздоровления, значит не возникнет сплоченной и идейно ориентированной силы, которая может произвести изменения. И тогда невозможно будет транслировать какие-то идеи туда, в так называемую элитку, которая пусть и абсолютно мерзостная, но вы ее никак не обойдете, на кривой козе не объедете. Пока там не будет раскола, пока часть этой элитки не решит разграбить другую часть и при этом опереться на народ и что-то народу дать, ничего не будет. Поэтому никаких революций в Хабаровске можно ходить до потери пульса. Какая идея в Хабаровске? Верните фургала. Ну вернут вам хорошо дальше, что Путин долой. Уйдет Путин, придет Путин номер два. Что от этого изменится? Ничего, ничего. У вас нет никаких задач, вы не ставите перед собой никаких целей, которые действительно способствовали бы русской национальной революции. А это единственная революция, которая может быть продуктивной в России. Русские должны консолидироваться в русской организации, но они должны при этом становиться носителями русской идеи. Они должны становиться поистине русскими людьми. Вы должны становиться русскими людьми. Вы должны сегодня, прямо сегодня начать искать ту организацию, в которую вы могли бы вступить и деятельно участвовать в ее работе. В пропаганде определенных идей. Это не идеи социальной справедливости и свободных выборов, они никому не нужны. Это и не идеи. Это сопутствующие события или сопутствующие состояния, к которым можно стремиться и никогда до них не добраться и не достигнуть. А самое главное совсем в другом. И русская формула жизни совершенно не замыкается вот в этих примитивных эгоистических желаниях. И я хочу выбирать все, что мне угодно, как либералы, и я хочу получать столько, сколько считаю справедливым. Не так, как сложилась ситуация со социальной справедливостью. Она складывается путем государственной политики и путем ориентиров, нравственных ориентиров, прежде всего, народа. А вот мне, дайте мне, это все надо отбросить. Русская идея выше вот этих меркантильных соображений, которые в каждом из нас есть. И вот искать что-то такое высокое, вот это и есть, искать Россию и русское в самом себе. Слава Руси! Господи спаси!